15 том книги «Открытым оком», вопрос номер 1968, тема «Проповедь благовестия». «Возле храмов ваши люди раздавали материалы о крещении. Через это кто-то пришел в общину?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Какое бы дело ни делали, кажется, что нет ответа на конечный результат, но вдруг хотя бы одна душа приходит. Кавычки открываются. Ко Христу я пришла в преклонном возрасте, когда мне было 66 лет. А что Господь есть и дурных детей Он наказывает, это я усвоила во младенчестве. О молитве знала, что есть чудодейственные молитвы, такие как «Живые в помощи». Верила, что она помогает всегда и во всем. И когда пекла хлеб, варила щи, решала задачки в школе, особенно в тяжелые дни войны 1941-1945 годах и послевоенные. Жила я в селе, в степи, расстояние между селениями было не менее 20 километров. Средством передвижения были крепкие ноги. В 1945 году, сразу же после войны, я поехал в Барнаул учиться на курсы счетоводов. В то время продукты были по карточкам. 1200 граммов крупы на месяц, 300 граммов хлеба на день. Этого было мало, поэтому приходилось часто ездить в село за картошкой. А путь был таким. Из Барнаула до Топчихи поездом, а Топчихи до села 40 километров. В 12 часов ночи выходила из поезда и шла пешком одна с молитвой «Живой в помощи», которую читала во всем пути. Домой приходила в 6-7 утра. Вот такая это была молитва «Живой в помощи», 90-й псалом. Я читала эту молитву вместо молитвослова утром три раза и вечером три раза. Другой духовной литературы у меня не было. Родители мои редко говорили о Боге. Церкви в нашем селе не было. И вот как-то отец отыскал молитвослов и подарил сестре. Я несказанно обрадовалась, переписала в тетрадь для себя. Затем мы с мужем переехали в город Барнаул. Стала ходить в храм. У меня появилась духовная литература, закон Божий, Библия и другие. В храм стало ходить чаще, но службы проходили на церковном языке, также непонятное мне. Однажды подходит ко мне водитель заводской. Рассказал, что он подвез на автомобиле батюшку, который подарил ему книжечку, которая называется «Евангелие». Прочитал и ничего не понял. Дал мне почитать, и я также не поняла. И такое желание у меня появилось узнать, о чем же тут пишется в этой книге. И вот представилась возможность. На Рождество Христово поехала в Покровский собор на службу. На остановке подходит ко мне юноша. Это был Игорь Третьяков. И спрашивает, куда я поехала. И предложил мне визитку на лекцию по изучению и толкованию Библии. Это меня обрадовало. Там наверняка узнаю о Евангелии, подумала я. Сообщил мне, что занятия проходят в Алтайском политехническом институте. И читает лекции очень грамотный проповедник Игнатий Тихонович Лапкин. Теперь я твердо верю, что Христос знал, куда меня направить. Во вторник отправилась в АПИ искать 410-ю аудиторию. Там встретили меня так приветливо, как будто ждали. Это были любимые сестры Людмила Степановна, Любовь Петровна, Алюфтина Пантелеевна и другие. Биографию Игнатия Тихоновича я уже знал. А во время лекции убедилась, что это незаурядная личность, высоко эрудированный человек, мягкий и приветливый. И мне тотчас захотелось быть членом этой общины, принять крещение. Но почему-то долго искали мне поручителей. Чем-то я не внушала доверия, однако все обошлось. Слава Христу! Это был 1993 год. Какое это было чудесное время! Сколько прошло событий, занятия по толкованию Библии, подготовка к крещению, крещение, работа в трудовом лагере, посещение больных, общие трапезы. Община увеличивалась, а места было мало. Особенно после того, как отказала в помещении Таня Бруяка. Долго молились о помещении, проводили службы в квартире у Игнатия Тихоновича на улице Никитина, 147-1. Молились с верою, что Христос усмотрит. И вот, о чудо! Представилась возможность и не только одного дома, но целой большой усадьбы, улица Ползунова, 6. Большой двор и два дома. В одном расположены церковь, трапезная комната для детишек и гостей приезжих, келли для батюшки. Второй дом жилой, на две семьи и складские помещения. Во дворе стоянка для автомобилей, фруктовый сад, виноградник и другое. А самое главное, у нас есть духовенство. Метрополит Лавра, епископ Владыка Евтихий. Духовные отцы, протеерей, честные очи Иоаким и православный проповедник Игнатий. Поэтому и прозаик, сильнейший оратор, гонимый московской патриархии только за то, что он умнее, мудрее их, чище, грамотнее, что знает наизусть Библию, жития святых, творения Иоанна Златоустого. Издал 14 томов, открытым оком, в которые вошли проповеди, вопросы и ответы слушателей в свете Библии. Трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта, архиепископа Болгарского. Стихи и комментарии во свете Библии. Вот такая наша община. Она такая и нет другой в мире. Что одна такая и нет другой в мире. Что касается воссоединения с кем-либо, у меня лично нет ни малейшего желания. У нас есть все свое. А всем остальным надо бы поучиться у нас. 27 января 1936 года. Чернявская Александра Ивановна Тихонова. 42-42-04. Книга Пророка и Аиля. 1 глава, 14 стих. Назначьте пост, объявите торжественное собрание, созовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога вашего и взывайте Господу. Ивангелие от Матфея, 22 глава, 9 стих. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Чего мы ждем от нынешней зимы, от гололеда на дорогах в ямах? Когда нет керосина, худенькой тесьмы, знать летом прогуляли, в том виновны сами. Что утром ждать, коль пусто в закромах, запасы истощились, опустили. В щах поварешки рыскать и хромать, когда бездействовали, нежились в постели. Заткнитесь, рупоры с духовностью слепой, слиняйте, светочи потемок атеизма. Нас осмеет из прошлого любой не внешний только враг, но внутренний и унизил. В развалах совести не грамма с порошинку, а только пятнами в провалах безнадежность. С нас добровольно клок лишь, как с овцы паршивой, нас победит китай с даже лежа. Плоды Черновника от прошлых революций и глубже патриарха Никона Реформ. И дальше от Владимира кричения без Иисуса. Нам из монашеских пустынь достался затхлый корм. Россия, стыдно за твою судьбу, твое язычество подрезы и православие, куда попы и по сей день ведут, слепостующих всех по сектам сплавят. Нас проповедь едва лишь издали коснулась, а благовестие, как многим, невдомек. Никто не послан звать из переулков улиц, и столько расплодилось подрезами омеп. Чего мы ждем? Напрасно стоны льем, о прошлом ностальгии даемся в прикуску. На ощупь к Библии не подберутся днем, не посланы свидетели о жертве Иисуса. Гряди Иисусе с миром и с мечом, не только разбуди от сна и литургии. Богослужениями народ был увлечен, тысячелетия скрывали тебя по литургиям. 27 января 2006 года. Игнатий Лапкин.